Прохваталки. Наша с вами конечность хватательная, ну, умное слово, хватательная, гаптика, гаптическая конечность. Худо-бедно хвататься конечностями могут достаточно многие. Ну, если лапа не превратилась в какой-нибудь другой специализированный прибор. Допустим, специализированный прибор для полета, прыжков или бега. Там же не похватать. Представить себе общество, которое что-нибудь хватает своей лапой, достаточно сложно. А вот если осталось древнее, слабо специализированное, то они немножко хвататься могут. Но если вы сравните способность хвататься у белки, крысы, мыши, они все умеют хватать, конечно. И наши свои. Ребята, это разница их просто гигантская. И разница вот в чём. Вот наши с вами лучевая ладошка. Давайте посмотрим. Вот эти четыре луча сгибаются вот в этой плоскости. Согласны? А можете ли вы не вторую руку работая, а просто напрягая мышцы, взять эти пальчики, сгибать вот в этой плоскости. Вот так. Да. В первом суставе так. Вот движение. А теперь в этом суставе попросите. Нет, нет. А в этом суставе у вас ничего не выйдет, он заплакирован. В этом суставе? Тоже не выйдет. Значит, в результате мы имеем, это называется, одна степень свободы. То есть одна единственная плоскость, в которой мы эта система можем уйти. Да? При этом, скелетик, пока помните, кисти стопы. Помните, что через ладошку у вас здесь идут косточки, которые как называются? Пясные. Пясные, пясные, совершенно право. Ну и теперь, понятно, что каждый пальчик от своей пясной плоско начинается. Пясные. Прощупывайте, они отлично. Прощупываются с тыльной стороной, очень хорошо. Прощупываются. А теперь попробуйте пошевелить третий пясный, это пясная плоскость среднего пальца, не шевеляя второй и четвертый. Вот пальчиком можно пошевелить. А пясный можно пошевелить? Нет. Нет. Пясный не выйдет, в чем дело? А дело в том, что под кожей, здесь вот такая общая перчатка на эти четыре пальца. Общий фукляр из очень прочных связок. Общеладонная пасция. Так? Поэтому, в принципе, нет мышц, способных сводить или разводить эти кости. Так? А теперь смотрим, вот он, первый луч, большой пальчик. Вот второй луч, указательный. А вот между ними есть ли общая перчатка или, наоборот, мышцы в стакане? Мышцы, конечно. В результате, первая пясная, в отличие от всех прочих, может ли свободно менять свое положение? Да. Да. При этом, обратите внимание, в какой плоскости будет гнуться начало пальца. В той же плоскости, что это, например, появление? Нет. А под каким углом? На плоскости. При облоке. При облоке. На стол. Ну, угол, примерно, представить себе множество. Да. Ну, на самом деле, 90-то вряд ли, но грация 75-80 получит. Да? Итак, 5-4 пальчика сгибаются под одним углом, а этот один под другим. А теперь давайте подумаем, с вашей точки зрения. А мышцы вообще сгибания, как по-вашему, у всех пальцев примерно одинаково сильные, или у какого-то одного намного сильнее, чем у прочего. У большого. У большого. Почему? А он один, обеспечивает примерно ту же работу, что вот эти четверо вместе. В результате стало, такая называется, противопоставление первого руча. Первый руч, или большой палец, у нас в ладони противопоставлен остальным. Что это дает? А это дает возможность совершить надежный захват. Вот как мы берем предмет, зажимая его между большим, указательным. Если предмет большой, мы между большим и всей ладонью зажимаем. Ну, вот наш способ вкладки. Наша гадость. Надо сказать, что это уникальная штука. Даже у наших ближайших ручей, у обезьян, гадость не так построена. Причем у самых близких наших ручей, у человекообразных, она просто совсем не так построена. По одной простой причине. Человекообразные движутся по деревьям сверх-элитарным способом. Причем. Причем.